здравствуйте дорогие гости и подписчики нашего канала как правильно убить в сегодня в этом ролике я продолжаю тему национальных особенностей детективного жанра и сегодня я хочу поговорить об англии англия считает себя прародительницей детективного жанра и вряд ли кому-то придет голову оспорить эту корону можно говорить очень много и о богате кристи и как канон дойле с его шерлоком холмсом и о других совершенно потрясающих современных и детективистов прошлых веков сейчас хочу поговорить о честертане о гилберте китти честертане писатели который явил миру знаменитого отца брауна для меня это особая тема я очень люблю этого автора и считаю что он в общем-то стоит особняком во всей этой истории он написал 51 рассказ об отце брауне это целая серия рассказов написанных с 1911 по 1935 год это недоверчивость отца брауна неверия отца брауна мудрость отца брауна тайна отца брауна и скандальное происшествие с отцом брауна это вот такие вот серии рассказов которые были неоднократно экранизированы разными режиссерами в разных странах ну какие самые культовые самые яркие самые известные его рассказы это конечно молод господин его экранизировали все режиссеры которые брали снимать новеллы об отце брауне молод господи око аполлона тайна фламбо проклятие золотого креста это вот то что можно с насколку элементарно вспомнить какие-то очень яркие произведения прародителем отца брауна стал священник джон коннор который долгие годы дружил с честертоном и в общем-то во многом повлиял на писателя и и он приложил немало сил для того чтобы честертон вот так глубоко так искренне так душевно погрузился в католичество про честертона пишут много искусствоведы литературоведы до сих пор ломают копья они никак не могут понять кто он просто ловкий детективист или философ глубокий философ его называли или блаженным и юродивым но тем не менее его спичи его дебаты его публичные выступления всегда проходили на ура и выдержки из них очень часто печатали в журналах и газетах честертон очень много сил своих душевных положил на защиту католической церкви на защиту веры самым известным его интервью было интервью 1933 года когда он рассуждал о гитлеровской германии когда он очень много говорил о зверстве гитлера и сама его знаменитая фраза дошедшая до наших дней я готов умереть защищая последнего еврея европы это слова честертона которые он произнес в общем-то за три года до своей смерти чем хорош отец браун прошел почти век тем не менее рассказы об отце брауни очень востребованных их не перестают экранизировать сейчас наше время телеканал bbc снимает уже снял уже 9 сезонов сериала отец браун и возможно будет 10 я просто не интересовалась и сейчас я поговорю об этом сериале отдельно а сейчас хочется сказать очень важную вещь чем детективы об отце брауни в корне очень жестко отличаются от классического детектива дело в том что честертон в лице своего священника отца брауна никогда не ставил перед собой задачу наказать преступников уважаемые зрители подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новинки наказать сдать его полиции посадить в тюрьму сделать так чтобы он искупал свое преступление потом покрою у него не было такой задачи его католический священник пытался докопаться до сути происшествия найти человека который совершил грех и обратить его в правильную веру иногда чаще всего дело заканчивалось какой-то проповедью и исповедью каким-то христианским получением а такова особенность расследований отца брауна и здесь еще такая тонкость когда в своих повествованиях честерта не делал полицейскими дураками чем грешат очень многие писатели детективисты он никогда не делал полицейских какими-то злостными церберами бездушными негодиями которым важно схватить утащить бросить в темницу каким-то образом наказать свалить на кого-то вину очень был деликатен в описании английских полицейских как я уже говорила сейчас bbc снимает сериал который так и называется отец браун главную роль в этом сериале играет марк уильямс очень известный английский актер который буквально ну врос в эту роль сжился с этой ролью он так органично смотрится в рясе я буквально им любуюсь скажу честно мне очень понравился первый сезон я с интересом поглядела часть второго сезона но после этого почему-то режиссер и сценаристы посчитали нужным отойти от сюжетной линии самого честертона может быть потому что это было сложно экранизировать повествование написанное в начале прошлого века и адаптировать для современного зрителя тем более что действие этого фильма перенесено в 50-е годы и происходит вымышленной деревушке графства кэбблфорд может быть для того чтобы приблизить происходящее к современному зрителю они начали писать рассказы об отце брауни самостоятельно оставив от честертоновского героя только имя и это такие новеллы это такие сюжетики о католическом пастыре который ввязывается в любое происшествие происходящее в деревне эдакая мисс марку в рясе который с легкостью распутывает какие-то криминальные сюжеты этот сериал для тех кто не любит такие знаете тяжелые мрачные мясные детективы где много крови много насилия где много жестокости агрессии это такой чудный деревенский детектив снятый в какой-то совершенно удивительной английской провинции с потрясающе красивой церковью с милыми английскими деревенскими домиками рядом с каждым домиком сад розы нескончаемые английские чаепития с клубничными булочками миссис бриджит который является напарницей отца брауна во всех его расследованиях очень красивые милые актеры и вы знаете при всей незатейливости сюжетов в общем-то смотреть приятно и интересно правда вынуждена признаться что последние серии в общем-то глядятся пасновато очень много проповеди очень много нудятины на мой взгляд и смотрится уже как знаете такой спектакль уровня капустника квн когда одни и те же лица перемещаются по съемочной площадке ходят парами по двое по трое говорят заученный текст и я поймала себя на том что эта штука меня несколько раздражает проглядела сериала невнимательно 8 сезон 9 даже не стала смотреть я прокрутила постоянно нажимая на пульт именно потому что очень много вот этих вот задушевных разговоров вот этих вот проповеди бесконечных очень много отца брауна который все время беседует и с подозреваемыми из преступниками и с предполагаемыми жертвами и в общем-то выключила телевизор в таком вот легком недовольстве а потом в общем-то принялась думать об этом принялась рассуждать начала искать внутри себя что же собственно меня так задело почему я с таким неудовольствием восприняла вот такую трактовку трактовку криминального детективного жанра а потом в общем-то несколько даже устыдилась такой своей реальной реакции и устыдилась вот почему мы росли я росла совсем в другой стране я получила определенное воспитание и рядом со мной были люди которые учили меня всему этому они объясняли мне что подлость это плохо что обманывать другого человека манипулировать им это низко они учили меня тому что не нужно поддаваться импульсу что нужно уметь понимать людей прощать их они учили меня тому что мои личные границы заканчиваются там где начинаются личные границы другого человека иными словами они учили меня тому что я живу в социуме и социум очень важен а сейчас люди очень разобщены сейчас молодежь подростки и более даже старшее поколение уже далеко не подростки они лишены вот этого всего я вдруг подумала что у них нет возможности может быть послушать эти проповеди может быть это сейчас очень нужно очень важно может быть вот такие вот где-то даже уже навязчивые наивные слишком упрощенные слова о добре о зле о грехе о предательстве а какой-то всепрощающей божьей любви они очень нужны и и поэтому когда встал вопрос о том что я буду снимать ролик об английских детективах я подумала о том что скорее всего я буду рассказывать об отце брауне писатели гилберта чистертон который вводил внедрял вопросы веры вопросы католичества вопросы божьей любви в детективный жанр и ему как мне кажется это очень удалось поэтому я с удовольствием рекомендую посмотреть вам английский сериал отец браун ну и в общем-то не судить его так строго и